В феврале в городском округе отделением ГИБДД проводится ряд профилактических рейдов. Их цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий и выявление нарушений как водителями, так и пешеходами. В одном из таких рейдов побывала и наша съемочная группа. Подробнее об этом в материале Анжелы Кабенко. Сотрудники госавтоинспекции контролируют самые оживленные улицы города. Нарушителей правил дорожного движения долго ждать не приходится. Видеорегистратор «Визир», установленный в патрульном автомобиле, наблюдает за всем происходящим. Не пропустил пешехода или превысил скорость, «Визир» фиксирует все нарушения. Инспекторы отмечают, что по итогам 2013 года на территории обслуживания ГИБДД зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий. За 12 месяцев прошлого года только на территории города Фукино зарегистрировано 51 ДТП, в которых погибли 4 человека. 69 получили травмы различной степени тяжести. Согласно анализу аварийности, наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение водителями требований правил дорожного движения о предоставлении преимущества в движении пешеходам. Всего с участием пешеходов у нас зарегистрировано 15 ДТП. В ходе рейда в сотрудники госавтоинспекции выявляют и пресекают нарушения правил дорожного движения пешеходами, обеспечивают выполнение требований правил дорожного движения о предоставлении преимущества пешеходам, приходящим проезжу часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а также исключают случаи управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. Основной целью данных проводимых мероприятий является формирование у участников дорожного движения твердых навыков дисциплинарного поведения на дороге, что в свою очередь улучшит дорожную ситуацию и приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий. По итогам уже проведенной работы с начала февраля сотрудниками ГИБДД выявлено 9 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в алкогольном опьянении. 6 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. 24 автовладельца привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества движения пешеходам. Составлено 60 административных материалов и на пешеходов, нарушивших правила дорожного движения. Что касается данного проведенного рейдового мероприятия, то в ходе него также было составлено 13 протоколов, 6 из них на пешеходов и 7 на водителей.